Солнышко, если ты хочешь пообщаться со мной, ты всегда можешь найти меня на моем дискорд сервере. Я отвечу на все твои вопросы лично, а ссылочка в описании. Коль, ворок, в долька, в долька. Спасибо огромное. А че я так внизу это понимать? Нет, Хейли, не надо прихватывать. Спасибо. Это я не ори, это ты не ори. Супри. Можно зарабатывать миллион в месяц с инстаграма? Ну, шлюха, шалава. Это сейчас вот что было. Мадина убежала на прогулку, не ничего, мы не вернулись. Всем привет, друзья. Это кто такая, заходишь, заходишь, ты нас в зал? А что, у нее нет машины? Она не может вам подойти? Привет, Аминочка. Обожаю тебя меньше, чем три. Спасибо, я тебя тоже. Спасибо. Мы тут стримы и ведем. Холодная? Не, я не голодная. Я люблю тебя. Спасибо за ресоп, за лайку, спасибо. Я, правда, ник не вижу. Пока. Моя любовь. А не вижу, почему я ник не вижу? У меня та самая галлюцинация. В любом случае, спасибо за ресоп. Привет, Мухаммед и Жора. Передаю вам огромный-огромный привет. Желаю вам счастья, здоровья. Погнали смотреть. Моей спиной очередь в магазин Supreme, а это значит, что мы в самом центре Нью-Йорка. И сегодня мы узнаем, кто здесь во что одет и сколько это стоит. Поехали. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Искандер. А что он русский в Нью-Йорке забыл? Искандер, сколько лет? 22. Ванька, я чекну после видоса, ладно, все донатики. Рассказываю, что на тебе, давай снизу пойдем. Балансиага, трипл эс. Сколько стоит, где брал? 975, оффлайд штаны за 400, коди 500, 500 долларов. Херон Престон? Да. И куртка. 500 долларов, у меня извините, а такие деньги? Барбари, 800 долларов. Привет, Фили. Футболка у тебя есть там. Футболка оффлайд. А зачем надевать под толстовку футболку, в чем типа рофл, я вот не понимаю это херни. Струны еще не растянулись, поэтому, да? Я знаю, да, это я как бы слышала, как бы я, когда у меня покупала эту укулеле, у меня ремень куча оригинальный, мне его подарила сестра, типа, на день рождения, она призвана с Америки, поэтому я могу утверждать, что он оригинальный, ну типа, мне плевать, если даже он был паленый, как бы, и мне не принципиально. 50 долларов. Блядь, зависло. Это мой мозг, когда вы пишете, что бан на 661. И все, наверное. Очки. Очки 550 тоже. А, плюс сумка. Вот это реальная дебилка. 850. МСМ. Слушай, расскажи в двух словах, чем ты в Нью-Йорке занимаешься? Спасибо. Ничем. Просто гуляю. Сколько нужно денег в Нью-Йорке, чтобы просто нормально, комфортно существовать и отдыхать, и ходить по клубам, тусоваться? 20 тысяч долларов. 15. А средняя зарплата здесь какая примерно? 3. 3 тысячи долларов. Не знаешь, как выделиться из серой маски. Я знаю, надеть маску и сказать, что ты тендерливое. Ля, вот или вот так выделиться можно. What's your name? My name is Bill McAllister. I'm 30 years old. I'm going to be 31 in February. The shoes are Doc Martens, Oxford's, obviously in green, 70-80 dollars. Почему лагает? Почему у меня лагает компьютер? Почему я? Привет. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Лиза. Лиза, сколько тебе лет? Есть не секрет. 27. Кроссовки Adidas. Хорошо. Чмок. Основая коллекция 150 долларов. Носочки 50 баксов тоже Adidas. Ой, носочки у меня, так у меня с Aliexpress. У нас был плохой опыт с этими носочками, надевать ее больше не буду. Adidas. Воняет. Платье, мойл, бош. Сколько такое стоит? Мойл, бош. Бальто такое офигенное красное. Гуванш, полторы тысячи долларов. Офигенные. Очки, регат. Взяла крокодила, отрезала ему спину, накрасила, покрасила в тени красные. И нарисовала бай-бай, ами, гудбай, thank you so much. Все. На пиале спросят, сколько стоит, скажут 100 рублей, тысяч рублей. Все. А крокодил, ты не забыл, у него новая кожа вырастет. Это крокодил уже как у людей работает, типа, вот кожа, знаете, отрывается, когда раны, да, заживают, и все. И новая растет. Они стоят 700 долларов, а джеверли тысяча долларов. Джеверли, джеверли, джеверли. И рюкзак, куча, тысяча лера. Спасибо большое, Сэнт Мадарин. Спасибо большое, офигеть. 30 подписок за 2 дня. Спасибо тебе огромное, солнышко. У меня усы, это у меня, это у меня усы, это у тебя усы, у меня не усы. Спасибо тебе огромное. Огромное тебе спасибо, Сэнт Мадарин. Этот носочек посвящается тебе. Воняет пиздец. Пахнет невкусно, правда. Ну, спасибо тебе огромное. Чмака. Покажи рюкзак. Смотри. И беги. Расскажи, пожалуйста, Лиз, чем ты занимаешься? Я сейчас снимаюсь в реалити-шоу. Я губы качаю. То есть у меня уже 4 снято. Кроскар-кодилов на Сэсперу снимаю. Лежу 2 года, живу в Москве. И по совместительству блогер, красота, еда, и все, что интересно, в этом путешествии. Я сейчас приехала. Крокодилы убивают? В смысле, крокодила убивают? Чтобы вот это... То есть у нас живодранка. Нет, крокодила убивают. То есть у нас живодранка. Не кричать хорошо не буду. Суки, эти живодраны! Ой, живодраны меня уже просто по горло! Я не могу... Как можно издеваться над животными? Они же тоже люди. Они тоже живые организмы. Да нет у меня усов. Они тоже живые организмы. Их нельзя убивать. Ну ладно, если они кушают. Но для таких целей... Мы убиваем животных, чтобы жить. А она зачем убивает животных, если она не живет? То есть она может жить как бы в искусственной коже. А она с крокодилой снимает ее. Как... Насколько вам повезет воняет? Ну, сам факт. Я не кричу. Я не могу... Нет у меня усиков. У меня есть только в трусике пропуски. На два месяца в Нью-Йорк. Ты в четырех разных реалити-шоу снималась? Да. Экс на пляже. Жанна, пожени. Инстаграмщица 2. И будет еще один проект. Не могу о нем сказать пока. Сколько у тебя сейчас подписчиков в Инстаграме? 600 тысяч. Ха! Ха! У меня 350. Посмотрите, пацаны. Почему у меня 350 тысяч? И я хожу в кофте, в карточках. Она все воняет. Я вам клянусь. Посмотрите просто, как она... Она вся в карточках. Вы видите? Вы... Она вся... Ей год 10 лет, наверное. Я вам клянусь. Этим джинсом они уже... Пацаны какие протертые. Это H&M. Тысяча рублей. Почему у меня 300 тысяч? 350 тысяч? Это всего лишь в два раза меньше, чем у нее. А она убивает крокодилов. Как понимать-то вообще? 300 рублей, Дань. Я тебе уже сделаю. Я в шоке. Тысяча подписчиков можно зарабатывать миллион в месяц с Инстаграма? Если очень заходить, можно в Нью-Йорке оказаться за счет Инстаграма. Привет, как тебя зовут? Привет, Гванч. Гванч. Что за имя такое? Это турецкое имя. Ну, турское имя, которое означает вдохновение. Мне 23. Это кроссовки Джеффри Кэмпбелл. Джеффри Кэмпбелл. Я купил, я думаю, за 350 долларов. И потом я на них сам нарисовал. Всякую хуйню. Каждую обувь практически поработал. Ботинки за 23 тысячи рублей. Каждому на эту обувь я написал. Эта обувь побывала. И все страны, где эта обувь побывала. И здесь я написал, что эта обувь не старая, а антиквариат. И там написал свои пожелания. У меня, ребят, эта кофта не старая, это антиквариат. Пацаны, если что, ну типа эти катушки, это антиквариат. Просто они нихуя не... Час вы твариат, блядь, тупые вы реально. Не вы не шарите, что это не катушки. Это антиквариат, блядь. Это антиквариат. Практически, ну пословицы и все остальное, то, что мне нравится. Штаны такие модные, блестящие. Штаны мне, кстати, подарила девочка, моя подружка. Но бренд называется... Блядь, не знаю. Ну неважно, сколько такие бренд стоят? Я думаю, они, ну, в районе 400 долларов. Дальше кофта. Просто за какие-то блестяшки от Джокера. Привет, клубничка. Как дела все, клубнична? Если тебе не сложно, сделай небольшой подарочек. Нюхан, напиши хоть сердечко на стене. Бро, если я не забуду, то напишу. С днем рождения тебя. Я купил в Лондоне, называется House of Moama. Она стоит 1500 долларов. У меня есть кольцо Джилл Хернандес за 500 долларов. И у меня есть Тиффани Энко сережка. Я ее купил за 500 долларов, белые доллары. Офигеть, одну сережку за 500. Тебе спасибо, Даня. Очки. Йоджи Амамото, это 800 долларов. Спасибо. И сумка, я тебя смотрю. Сумка, это, наверное, самая дорогая вещь, которая у меня в жизни была. Ну, она выглядит мерзотно, да. Это один из самых первых Шанели, которая вообще существовала. Ей уже 50-60 лет. Мне это попало от моей бабушки. Она стоит в районе 50 тысяч евро. По крайней мере, за эту сумму у меня хотели ее купить. Кто у тебя ее хотел купить? В музее Шанель. Слушай, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в Нью-Йорке, что ты так круто, ярко и дорого выглядишь. Спасибо большое, Фрайд, Зари Савчик. Спасибо, Зайка. Спасибо. Я дизайнер, у меня есть свой бренд, называется, как и мое имя, Гванш. Это как же Ванши. Я делаю одежду, называется Gender Fluid. Это означает, я делаю одежду на тело, не на парней или девушек. Да все нормально, блядь, Хайли, я не обижаюсь ни на кого. Все, заебись. Я отношусь нейтрально, ровно, максимально. Мне как бы вообще честно, искренне я тебе говорю. Я абсолютно не реагирую на какие-то вообще в принципе вещи. В плане, когда меня как-то пытаются что-то мне сказать. То есть я максимально ровно к этому отношусь и не продает ему значение. Вот. Так что все круто, завей. Так же у меня первая коллекция я представил в ArtBuzzle в Майами. И она называлась Slut. По переводу на русский язык это называется, ну, шлюха, шалава. Я одеваюсь. Потом запустить. У меня гривны, что ли, или это все вареник виноват. Ты меня уже достал этот вареник. Почему вечно все портит? Ненавижу вареники, блядь. А ты бы на тебя въебала, блядь. Ты за что? Да я ненавижу вареники со свишней. И с ворогом не люблю. Какой Леха? Я уже не могу так жить. Почему я отплачу за интернет, чтобы мне его вырубало? Чтобы мне его вырубало. Мне все вырубает. Я не понимаю, как я должна стримить в таких условиях. Почему нельзя нормальный интернет провести в Москву? Я живу в Москве. Я понимаю, что я живу не в центре. Но мы не выбираем родителей, которые выбирают жилье. Почему я? Что, может, потом запустить? Еще и звук лагает. Да в смысле лагает? В смысле лагает? Не лагает? Почему вы библиотом в чат кидаете? Это я плачу, а не вы. Привет, Сабина. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Лиза. Лиза, сколько тебе лет есть? Не секрет. Двадцать семь. Кроссовки Азидас. Хорошо. Чмок. У нас новая коллекция 150 долларов. Носочки. 50 баксов тоже Азидас. Ой, носочки у меня, так у меня с Алиэкспресса. Нас был плохой опыт с этими носочками, надевать ее больше не буду. Азидас. Перемлек на пару минут. Воняет? Больше чем. Платье Мойл Бош. Сколько такое стоит? 750 долларов. Пальто такое офигенное красное. Гуванш. Полторы тысячи долларов. Офигенно. Очки. Взяла крокодила. Отрезала ему спину. Накрасила, покрасила в тени красные. И нарисовала бай-бай. Гудбай. Тэнкью сумач. Все. На пиаль. Спросит, сколько стоит. Скажет, 100 рублей, 1000 рублей. Все. А крокодил, ты не забыл? У него новая кожа вырастет. Это крокодил уже как у людей работает. Типа, вот кожа, знаете, отрывается, когда раны, да, заживают. И все. И новая растет. Они стоят 700 долларов. Джеверли, 1000 долларов. Джеверли, Джеверли. И рюкзак. Спасибо большое. Сент Мандарин. Спасибо большое. Офигеть. 30 подписок за два дня. Спасибо тебе огромное, солнышко. У меня усы, это у меня, это у меня усы, это у тебя усы, у меня не усы. Спасибо тебе огромное. Огромное тебе спасибо, Сент Мандарин. Этот носочек посвящается тебе. Он просто воняет пиздец. Пахнет невкусно, правда. Ну, спасибо тебе огромное. Чмака. Покажи рюкзак. Смотри. Гудчем. И беги. Расскажи, пожалуйста, Лиз, чем ты занимаешься? Я сейчас снимаюсь в реалити-шоу. Я губы качаю. То есть у меня уже четыре снято. Я все... Крокодила с спиром снимаю. Плюс два года живу в Москве. И по совместительству блогер. Красота, еда и все, что интересно. Людям путешествие. Я сейчас приехала... Крокодила убивают? В смысле крокодила убивают? Чтобы вот это... То есть у нас живодранка. Нет, крокодила убивают. То есть у нас живодранка. Не кричать хорошо не буду. Суки, эти живодраны! Ой, живодраны! Меня уже просто по горло! Я не могу... Как можно издеваться над животными? Они же тоже люди. Они тоже живые организмы. Да нет у меня усов. Они тоже живые организмы. Их нельзя убивать. Ну ладно, если они как бы кушают. Но вот так... Для таких целей... Как бы мы убиваем животных, чтобы жить. А она зачем убивает животных, если она не живет? То есть она может жить как бы в искусственной коже. А она с крокодилой снимает ее. Как... Настолько... Вам по везде звонят. Ну, сам факт. Я не кричу. Я не могу... Нет у меня усиков. У меня есть только в трусике пропуски. На два месяца в Нью-Йорк. Ты в четырех разных реалити-шоу снималась? Да. Экс на пляже. Жанна пожени. Инстаграмщица 2. И будет еще один проект. Не могу о нем сказать пока. Сколько у тебя сейчас подписчиков в Инстаграме? 600 тысяч. У меня 350. Посмотрите, пацаны. Почему у меня 350 тысяч? И я хожу в кофте, в катушках. Она все воняет. Я вам клянусь. Посмотрите просто, как она... Она вся в катушках. Вы видите? Вы... Она вся вон... Ей год... 10 лет, наверное. Я вам клянусь. Этим джинсом они уже... Посмотрите, они какие протертые. Это H&M. Тысяча рублей. Почему у меня 300 тысяч? 350 тысяч? Это всего лишь два раза меньше, чем у нее. А она убивает крокодилов. Как понимать-то вообще? 300 рублей, Дань. Я тебе уже сделаю. 600 тысяч подписчиков. Можно зарабатывать миллион в месяц с Инстаграма? Если очень заходить, можно в Нью-Йорке оказаться за счет Инстаграма. Привет, как тебя зовут? Привет, Гванч. Гванч. Привет, брал. Что за имя такое? Это турецкое имя. Ну, турское имя, которое означает вдохновение. Мне 23. Это кроссовки Джеффри Кэмпбелл. Джеффри Кэмпбелл. Я купил, я думаю, за 350 долларов. И потом я на них сам нарисовал. Всякую хуйню. Каждую обувь практически пора. Ботинки за 23 тысячи рублей. Я думаю, на этой обуви я написал, что эта обувь побывала. И все страны, где эта обувь побывала. И здесь я написал, что эта обувь не старая, а антиквариат. И там написал свои пожелания. У меня, ребят, эта кофта не старая, а это антиквариат. Типа, если что. Спасибо, Каи. Спасибо. Спасибо большое, зайка. Спасибо. Спасибо, Пиша. Пацаны, если что, ну, типа, эти катушки, это антиквариат. Просто они нихуя не... Часто вы тупые, блядь, тупые, вы реально. Вы не шарите, что это не катушки. Это антиквариат, блядь. Это антиквариат. Практически, ну, пословицы и все остальное, то, что мне нравится. Штаны такие модные, блестящие. Штаны мне, кстати, подарила девочка, моя подружка. Но бренд называется... Блядь, не знаю. Ну, неважно, сколько такие прям стоят? Я думаю, они, ну, в районе 400 долларов. Дальше, кофта. Офигеть. Просто за какие-то блестяшки от Джокера. Привет, клубничка. Как дела все, клубнична? Если тебе не сложно, сделай небольшой подарочек, нюханый, все, хоть сердечко, человечка на стене. Бро, если я не забуду, то напишу. С днем рождения тебя. Не сложно. Что я купил в Лондоне, называется House of Muama. Она стоит 1500 долларов. У меня есть кольцо Джил Хернандес за 550 долларов. И у меня есть Тиффани Энко сережка. Я ее купил за 500 долларов. Офигеть, одну сережку за 500 долларов. Тебе спасибо, Даня. Спасибо. Очки. Йоджи Амамото, это 800 долларов. Спасибо. И сумка, я тебя смотрю. Сумка, это, наверное, самая дорогая вещь, которая у меня в жизни была. Ну, выглядит на ризотно, да, тебе нравится. Это один из самых первых в Шанели, которая вообще существовала. Ей уже 50-60 лет. Мне это попало от моей бабушки. Она стоит в районе 50 тысяч евро. По крайней мере, за эту сумму у меня хотели ее купить. Кто у тебя ее хотел купить? В музее Шанель. Слушай, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в Нью-Йорке, что ты так круто, ярко и дорого выглядишь. Ой, дарисавчик, спасибо, зайка. Я дизайнер, у меня есть свой бренд, называется, как и мое имя, Гванш. Это как Живанши. Я делаю одежду, называется, джендер флойд. Это означает, я делаю одежду на тело, не на парня или девушек. Да все нормально, блядь, Хейли, я не обижаюсь ни на кого. Все, заебись. Я отношусь нейтрально, ровно, максимально. Мне, как бы, вообще, честно, искренне эти груди. Я абсолютно не реагирую на какие-то, вообще, в принципе, вещи, на твиче, в плане, когда мне как-то пытаются что-то мне сказать. То есть я максимально ровно к этому отношусь и не продает ему значение. Вот. Так что все круто, заебей. Также у меня первая коллекция я представил в Art Basel в Майами. И она называла слад, по переводу на русский язык это называю, ну, шлюха, шалава. Я одеваюсь не закрывать свое тело, я одеваюсь выразить себя как артист. И каждую вещь, которую я на себя ставлю, дополняет мой образ. А теперь давайте подведем итоги. А теперь, Зая, я хочу вам показать кое-что очень крутое, чуваки. Зая, я хочу вам показать, что это очень крутое. Это очень многофункциональная вещь, типа, то, что это еще и зажигалка. Если заебали, то быть я...